В прошлый раз немножко почитать, что Мишна делает с Толгудом, и, может быть, попробовать рассказать подоплеку всей этой истории. Фокус вот какой. Если, вот тут я сразу хочу отговориться, меня такие темы интересуют, поэтому я с удовольствием на этом занимаюсь. Будут ли, если хочется что-то более романтичного, скажите, я более романтичную тему буду выбирать. А тема неромантичная напрочь. Имеется в виду следующий текст. Мишна в трактате Бава Миттия мы говорили следующее. Что дело в том, что четвертый порядок Мишны, значит, Мишна, мы сказали, разделена на четыре порядка. Четвертый порядок Мишны начинался с огромной толщины тома, гражданское право. Гражданское финансовое, скорее, право. Но туда входили, например, законы отношений между соседями, то есть немножко такого муниципального права. Туда входили простые финансовые отношения сложные. Но он очень толстый получился. В нем 30 глав в этом трактате было. И по этому поводу его разделили на три. По 10 глав в каждом. На самом деле это один трактат, но его традиционно разбивают на три. И все на свете его признают, что это три трактата. Значит, я уже сказал, что вообще детей регулярно начинают учить со второй главы этого трактата, просто потому, что он начинается с зубодробительного спора с привлечением огромного количества дополнительных источников, которые очень легко объясняют. То есть там легко вводить в темы, зато сам спор, вот построение спора, он совершенно зубодробительный. Для весьма интеллектуальных, развитых подростков там надо счетные хорошие способности. Начинают с рассказа законов о том, значит, я напоминаю для тех, кто не знает, что есть закон Торы, который требует объявлять, возвращать найденные, потерянные другими вещи, но понятно, что есть вещи, которые вы можете не возвращать. И, грубо говоря, стандартные вещи, но я очень грубо сейчас привожу закон, грубо говоря, если вещи не имеют на себе признаков владельца, например, монеты, да, монета, она на себе отпечаток хозяина не несет, или стандартные, скажем, вот плоды, какие-нибудь фрукты, рассыпаны, то это можно не возвращать, потому что как бы вернуть, я бы хотел от тебя доказательств, что это твоя вещь, чтобы тебе вернуть, а ты доказательств прививить не сможешь. По этому поводу стандартные вещи можно оставлять себе. Да, но более серьезные вещи там, скажем, вот понятно, что осел или конь, все-таки он, но это только для городского жителя, они все на одно лицо, а для тех, кто владеет конями и ослами, их сразу узнают в лицо. Но там идет очень любопытный длинный спор, но он очень технически счетный, и это такое обучение, как надо думать паталмудически, поэтому с этой темы очень любят начинать. Я выбрал другую тему, куда более техническую, которую я обещал, это четвертая уже глава того же трактата Баба Мецея, и интересен он тем, что он занимается классической проблемой, которая выглядит следующим образом. Во времена Талмуда деньги, как известно, чеканились из золота, серебра и меди. Слово медь в данном случае условностью является слово медь, потому что там была латунь, там были всевозможные сплавы плохих металлов, иногда это была бронза, но понятно, что когда говорит Талмуд слово медь, он имеет в виду мелкую монету. Значит, сразу скажу, чтобы были понятны курсы, о которых мы говорим, курс, о котором мы сейчас говорим, он выглядит так, что римский золотой динарий, аурис он называется, ну аурис золото, да, аурум золото, в латынь все помнят школьную химию, наверное. Аурис 25 стоит 25 серебряных динариев, но тут надо заметить следующее, что аурис в два раза тяжелее, чем динарий. Вот если, значит, чеканилась монета, рим когда чеканил золотую монету, он ее чеканил весом в два раза больше, чем серебряные динарии. По этому поводу курс, мы видим, что курс приблизительно для Римской империи первого-второго века новой эры приблизительно 1-12,5 курс золота к серебру. Почему вот сегодня мы такие курсы не интересуемся золота к серебру, потому что серебро, ну я не смотрел там последние курсы, но серебро где-то стоит 50 центов грамм, может быть дороже, я еще раз, я давно не смотрел курсы, ну где-то 50 центов грамм, а золото стоит порядка, ну будем условно говорить, 1800 делить на 30, да, 60 долларов грамм, то есть несравнимо. 60 долларов грамм и 50 центов грамм, это ну совсем уже несравнимо. То есть серебро, оно давно прекратило быть драгоценным металлом, ну давно. Относительно давно. Я вот помню, как я приехал в Израиль и пытался купить, пытался, по-моему, даже купить, не помню уже, серебряный китушный бокал, вот, и продавец говорил, что в данный момент очень просто, на вес, шекель грамм, вот, вот просто на вес. Такие, ну простые серебряные бокальчики. шекель грамм. Тогда, тогдашние, тогда другие курсы были, и так далее, другие цели. по этому поводу, теперь мы, вот, мишна. Значит, давайте я поставлю текст этой мишны, она у меня, благо, есть на русском языке. Шейр. Фу-фу-фу, вот она. Да, видно, отлично. Видно. Значит, это первое, самое мишно, в четвертом перике, да, сразу скажу, что вот еврейская традиция, если автор не дал книге свое на заглавие, он никак ее не назвал, то чаще всего книгу называют по первому значимому слову. Например, вот так это касается хумаша, так как Всевышний не дал названия книгам хумаша, пятикнижия, то евреи его называют по первому слову. Соответственно, первая книга в начале сотворил Бог Берешит, в начале, вторая книга Элу Шмот, вот имена, ну, назвать книгу вот, это довольно странно, поэтому первое, хорошее слово, Шмот, третья книга Вейкра, и обратился Господь к Моше, она так называется, и обратился, по первому слову. Четвертая книга, там говорится, Бамидбар Синаев, пустыни Синайской, Бамидбар, так и называется, по первому слову, и Дворим, книга Дворим, вот слова, слова Дворим, вот по первому слову. То же самое правило касается глав Талмуда. Главы Талмуда называются по первому значимому слову в главе. То есть, когда вы видите глава Хэлэк, то это девятый пэрэк, девятая глава Трактата Сангедри. Беда в том, что нормальные люди обычно не помнят. Вы догадываетесь, сколько глав в Талмуде, да, помнят все названия по первым словам, но, например, в старые прежние времена ссылки шли ровно вот так, по первым словам, и те, кто читали эти книжки, великолепно это помнят. Где какая, по первому слову, узнавали нужную главу. По этому поводу этот пэрэк называется загав, золото, ровно потому, что он начинается со слов золото, приобретает церебро. Гакасов, куне-эдха, ой, гасагав, куне-эдха-кэс. Золото, приобретает церебро, буквально. Вот теперь, для того, чтобы все это дело привести в полный, да, ну, давайте я дальше продолжу. А серебро не приобретает золото. Вторая часть. Медь приобретает серебро, а серебро не приобретает медь. Плохие монеты приобретает хорошее, а хорошее не приобретает плохие. Я остановлюсь здесь, нам достаточно этой части. Значит, слово приобретает, оно неожиданно в смысле употреблено. Имеется в виду следующее. Всегда главная проблема, которая обсуждается в этой части, в этой мишне, выглядит следующим. Когда вы производите обмен денег на деньги. Например, серебро меняется на золото, или золото меняется на серебро. Что является товаром, а что деньгами? Дело в том, что надо понимать одну очень важную вещь. Талмуд четко понимает разницу между деньгами и товаром. Вот смотрите, вот теория, и внешне она есть, это теория четко. Есть деньги и есть товар. Вот насколько проработано все это, чтобы было понятно. Чем отличаются деньги от товара? Идет длинное обсуждение, я сейчас не привожу это место в Талмуде, где идет обсуждение, чем отличаются деньги от товара, но краткое содержание выглядит следующим образом. Номинал денег на нем начеканет. Цены, вот в чем проблема? Вот в сегодняшних деньгах, когда вы берете современную монетку, вы в общем не берете в голову, что на монетку 10-шекелевая израильская монетка. Очень похоже на какую-то монетку, во сколько-то там в Юре есть подобная монетка. в Юре, по-моему, 10-шекелевая. Нет, 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 дело в том, что в Израиле предупреждали, что монетка Юра, которая проходит вместо 10-шекелевая, это мошенничество, кто пытается это сделать, она мельче, чем 10-шекелевая. Там какая-то есть мелкая довольно монета такая, биметаллическая, с двумя металлами. Но мы все время забываем, что одну очень смешную вещь. Монета что-то ведь тоже стоит. Мы в обычной жизни этого не принимаем во внимание, что сами монета, в ней есть сколько-то металла, и этот металл что-то стоит. И, например, дело дошло до полного анекдота, я не знаю, как сейчас, но еще не так давно в Америке была серьезная проблема, что если медные деньги американские до пяти центов, продать навес как медь, то ты получишь деньги в обмен по цене нынешней меди больше, чем день. То есть стоимость меди в монете в пять центов больше, чем на пять центов. это вещь, ну, тем, кто интересуется деньгами, известна, и в Америке есть отдельный закон, который за то, что вы попробуете переплавить медную монету в металл, это уголовное, тяжелое уголовное преступление, которое карается всем, что есть в законе. То есть это преступное совершеннодействие. Но обратите внимание, мы как публика не интересуемся стоимостью, ну, тем более бумажных денег, что бумажные деньги тоже что-то стоят. То есть как бы деньги не имеют собственной ценности, а имеют ценность только, которая на них написана. Так вот, вот это для нас это ровное место и очевидность. А вот теперь золотая деньга, золотая деньга, золотая монета. Я ее в любой момент могу сделать, ну, скажем, украшением манистов, да, что такое манистов исходное, вот, украшение южно- европейское. Ну, мы привыкли к цыганскому, но оно было по всей Южной Европе распространено такое украшение. Это обычно золотая или серебряная монета, которая вставлена в украшение. И ее, по идее, можно было в любой момент снять и ее расплатить. Этой монетой. Но, обратите внимание, дело в том, что золото что-то стоит и серебро что-то стоит. Причем, его в слитках. Так вот, правило было следующее, то, чего мудрецы хорошо понимали, мудрецы там, они четко понимали, что деньги отличаются от вещей тем, что стоимость денег определяется номиналом, который на нем написано. Называется это государственная роспись, государственная печать делает деньги деньгами. Обратите внимание на вот эту фразу, которая вот «слепая монета». Это слова Симон. В Талмуде будет спор о том, что такое слепая монета. В современном языке асимон означает жетон. И, например, сейчас уже их нет, а вот я приехал в Израиль, асимон это была четко монета для оплаты в автомате, она была очень специфической формы, а так как в ней посередине еще была и дырка, то, в общем, эти монеты все, по-моему, туристы с удовольствием приобретали, чтобы вставить и носить как украшение, потому что вне Израиля она а экзотика это в Израиле у всех карманы ими были набиты. Ну, сегодня понятно, что монетами никто в автоматах давно не расплачивается, это же не верится, что автоматы существуют еще. Нет, я видел несколько, у меня в городе есть парочка, но у них почему-то у обоих, которые мне известно, оторваны телефонные трубки. поэтому я не знаю, там, в других странах остались автоматы или тоже исчезли, как и у нас. Ну, вот эти платные таксофоны. Вот, но обратите внимание, что слепая монета, если это золотая или серебряная монета, то слепой монетой называется монетой без изображения на ней. То есть, как бы слиток на языке Талмуда на языке вопрос, то Талмуд совершенно уверен, хотя золотая вещь, золотой кругляш, весом вауэс, золотую монету, весит одинаково, но деньгами будет все-таки монета. Почему? И Талмуд четко говорит, потому что на ней есть госпечаль, то есть номинал, объявленный государством. Это вот пробное место. Есть разница между деньгами, даже если деньги имеют стоимость очевидную, и вещами. И вот тут у Талмуда возникает, у Талмуда вначале у Мишны не возникает вопрос, а Мишна в вот я хочу заметить в Вавилонском Талмуде, как она приведена в Вавилонском Талмуде, Мишна говорит, золото приобретает серебро. Слово приобретает надо понимать ровно в обратном смысле. То, что приобретает является товаром. Значит, вопрос, который обсуждается в Мишне, выглядит следующим образом. Когда человек меняет серебро на золото, он покупает на золотые деньги серебро, или он на серебряные деньги покупает золото. Вот это вопрос. Дело в том, что Талмуд как бы пытается в данном случае сразу, входя в денежную систему, он с самого начала хочет, вот стиль Мишны вот здесь полностью, то есть это текст для просвещенных людей. Он входит прямо в середину темы. Когда происходит обмен золота на серебро, что деньги, что товары. Вот что понимает Талмуд, что золото и серебро как бы они обращаются почти независимо друг от друга. Для тех, кто понимает, читал книги 19 века, это хороший обозец, английский естественно, английский книг. Обратите внимание, что когда говорится о знати, о джентльменах, то их доход всегда вычисляется в генеях или в фунтах. О, 9 фунтов годовых, месяц у него есть, или 10 фунтов в месяц, очень хороший да. Ну, хороший, на это можно существовать джентльмена 10 фунтов в месяц. Там она была бедная и была вынуждена жить на там 3 фунта в месяц. Очень бедная женщина. Когда вы читаете о людях, ну, там есть литература 19 века, где упоминается рабочий класс или крестьяне, то там в качестве самой обученной упоминаются пенсы и шиллинги. Пенсы это медные деньги, а шиллинги серебряные. так вот на шиллинг в неделю может жить рабочий человек. Обратите внимание, шиллинг в неделю фунт это 20 шиллингов. То есть как бы деньги джентльменов не сравнимы даже с деньгами людей простых. Речь идет об Англии 19 века. То же самое в Римской инфекте. Есть золото, есть серебро. И тут возникает вопрос, что является деньгами, а что является товаром. И приобретает, надо понимать следующим образом, что когда происходит сделка золота-серебро, золото является товаром, а серебро деньгами. Вот это то, что здесь сказано. Я сейчас в данный момент не вхожу в тему, почему такой термин выбран, потому что я хочу талмуд очнется другую тему, я к талмуду готовлю. Значит, серебро не приобретает золота, это означает, что золото является товаром, серебро-деньга. Медь приобретает серебро, а серебро не приобретает медь, означает, что серебро является деньгами по отношению к меди. А медь является товаром. Медные деньги, естественно. О чем идет речь? Значит, для того, чтобы быть понятным, о чем идет речь, вот третью часть, то есть у Мишны плохие монеты приобретают хорошие, означает, что хорошие монеты являются деньгами, а плохие монеты не являются деньгами, а являются товаром. Опять, пока не входим в разбор, что такое плохие хорошие монеты, это было тогда понятно. Вот в этой части, для того, чтобы было понятно, что товар, что деньги, вот это самое характерное. Движимость – это вещички, движимое имущество, в отличие от земли, скажем, или рабов, или скота. На самом деле, в отличие от рабов и земли. Движимое имущество, ну там, еда на рынке, одежда в магазине. Приобретает монету, означает, что такие вещи приобретаются на деньги. Вот ровно в обратном смысле понимать надо. Итак, вот это вот Мишна. То есть зафиксировано следующее, что серебро является деньгами и при сделках с медью, и при сделках с золотом. И это зафиксировано в Мишне. То есть на самом деле получается следующее, что как бы серебро является настоящими деньгами, вот из этих двух частей. У нас получается следующее, что серебро является настоящими деньгами, грубо говоря, золото является товаром относительно серебра, а именно, зачем человек покупает вообще золотую монету? Понятно, зачем? А монета как средство хранения. Три функции денег, вот те, кто учился на экономических факультетах, их, наверное, объяснили три функции денег. Средство обмена, средство оценки и средство накопления. На любом экономическом факультете с этого начинают три функции денег. Средство хранения еще. Средство хранения. Ну, оно же накопление хранения, это одно и то же. Значит, по этому поводу золото является отличным способом хранения денег. У меня большие деньги. Плюс ко всему золото еще одна вещь выгодна, его перевозить легче. Понятно, почему. Потому что то, что весит 12 килограмм в серебре, а можно обменять на килограмм золота. Ну, по курсу тогдашнего. Можно обменять на килограмм золота, все-таки килограмм вести легче, чем 12 кило. И, скажем, вот в Мишне, в трактате Шкали, там, где изложены законы хранового налога полшекеля ежегодного, который все мужчины платили, на самом деле платили женщины и дети, но технических должны были платить только мужчины, но все хотели дать. Женщины и дети эти деньги с удовольствием давали, потому что деньги на ежедневные жертвы, которые как бы и мое участие в них должно быть, их за меня тоже приносят, а как я могу это обеспечить, дать деньги. Вот это полшекеля. Так там вот есть одно упоминание, что когда из Вавилонии везли вот эти полшекеля, собранные, да, при этом я хочу заметить следующее, что тот, кто давал, он покупал эти полшекеля, ровно, давал он ровно монеты полшекеля. Если у него была куча меди на полшекеля, он их вначале уменял и обменивал на полшекеля, а потом отдавал ровно полшекеля. То есть здесь было правило, отдавали ровно той монеты, ее не отдавали в виде суммы равной. И, скажем, если пришло там 25 человек, 50 человек, они не могли дать аурес, золотую монету, сказать, что это вот за нас, за всех. Они должны были дать 50 полушекеля, на самом деле шекель времен Толмуды, сейчас я не вхожу в эту тему, 50 монет должны были. Каждый должен был дать кому-нибудь. Кстати, великолепный источник наживы для меня, потому что он имел с этого обмена холбон, это называется, он имел с этого дах. Значит, по этому поводу мы видим, что настоящие монеты, вроде бы, на первый взгляд, настоящие монеты – это серебро, настоящие деньги. И вот здесь появляется на горизонте Толмуд. И это просто песня. Значит, я это прикрою, а выставлю за шире лист Толмуда. Я не проявлю. Ха-ха-ха, это не то, это не то, это не то. А где потом? Ну, у меня на русском это, этого трактата на русском у меня нет. Было бы показало. Гемара. Значит, ну вот это вот, значит, так я нарисую, что и что. Вот это вот, Мишна, вот досюда, букву Гималмэм, вот досюда, вот отсюда, досюда, изложение Мишны. Вот с этого начинается Гемара. И вот чем хороша эта Гемара? Ее начинает обсуждать сын автора Мишны с самим автором Мишны. Вот за что это место я так люблю? Здесь идет лобовое обсуждение самого сына, а именно. Учил раби, раби Шимона, своего сына. Газагавку Нейдгакэсов. Значит, учил раби, раби Гудагэнаси, автор Мишны, своего сына, раби Шимона. Точности, как написано в нашей Мишне. Золото приобретает серебро, то есть серебро является деньгами, а золото при этой сделке является товаром. А Марлей сказал ему, раби, сказал ему сын, наставник, ну как бы по титулу обращается к нему. Шанита Лану Бигилдутэха, ты учил нас, когда был молодым, га кэсавкунаэтгэзага. Вот так за, вытичный лаби Затнатэха. Значит, сказал ему, наставник, когда ты был молод, ты учил нас, серебро приобретает золото. То есть золото является монетой в сделке золота-серебро. А теперь ты изменил свое мнение и учишь нам в старости своей, золото приобретает серебро. То есть деньги – это серебро. Зафиксировано двумя талмудами следующее, что раби, автор Мишны, считал в юности, в молодости, что золото относительно серебро – деньги, а серебро – товар. В старости он изменил мнение и сказал ровно наоборот. Талмуд задает вопрос, что произошло. Что думал в юности, что думал в старости? В юности он думал, что так как золото хашив, важнее, то оно деньги. А серебро – оно не столь важно, поэтому это будет товар. Надо сказать, что аргумент несколько странноватый, потому что вообще бриллиант – еще более значительная вещь. Все-таки никому не придет в голову считать, что это деньги. Тем не менее, так как золото – оно как бы более значительная вещь, то золото значительнее, то по этому поводу – это именно деньги. Я могу сказать, чем проблема. Проблема вот такая. Талмуд хочет, и он будет это делать на протяжении всей истории своего существования, начиная смешно, выделить некоторую неизменную вещь. Вот деньги, как мерило стоимости, очень хочется объявить, что они абсолютные. А товары меняют стоимость, а деньги стоимость не меняют. Вот что хочется? Хочется ввести хоть какой-то абсурд. Сегодня этот номер невозможен, и все знают просто потому, что очень быстро меняются курсы денег. В те времена, когда деньги как бы были настоящие, в них было настоящее золото и серебро, изменений таких не должно было происходить. Поэтому как бы талмуд регулярно исходит из того, что деньги – это то, что не меняет свою стоимость, а меняет стоимость товара относительно денег. Опять, есть исключения, не вхожу пока в эту тему, потому что это уже любопытная тема – экономическое мышление мудрец. Что он думал в старости? Вот теперь вопрос. Будет видно сейчас? Вот видно, что я переключил лист или нет? Да, да, видно. Когда он стал старым, то он сказал следующее, что так как серебро харив более… Вот биткоина хороший пример будет, сейчас я скажу про биткоина по этому поводу. Так как серебро – харив. Харив – это есть спор комментаторов, в каком смысле понимается это слово, но мне очень нравится то, что оно лучше обращается. Оно универсально. Тут уж серебряная монета, она универсальна. И все-таки в конце концов, какой бы, скажем, лондонский джентльмен не был богатый, но когда дело дойдет до пучка редиски, ему придется свой фунт разменять на шиллинги, а потом и на пенсы. Но шиллинг – это, скажем, если вы явитесь в лондонский бар 19 века, ну, баров еще не было, ну, в смысле в лондонский паб, пабов не было, значит, бар, да, в пивную, выпить бокал эля, да, что там, кружку эля, пинту эля, пинту пива. И попробуйтесь расплатить там фунт, а вам по морде дадут, потому что у владельца может не найти сдачи. Это очень большая динга. Поэтому все равно даже джентльмену придется перейти на серебро. А шиллинга дадут. А на медь, ну, удобнее, конечно, но, скажем, одежду покупать на медь – это невозможно. Шиллинг – это как бы основная монета была. Ну, так как, не на базаре зеленьщика, не в лавке у зеленьщика, не в хлебной лавке, а по жизни основная монета была именно вот шиллинг. Значит, и он харильф, он удобный. Поэтому это монета, а золото будет относительно него товаром. И, в общем, логика безукоризненная. Значит, по этому поводу, вот теперь я специально для того, чтобы продемонстрировать, что такое Талмуд, это место выбор. Вроде бы соображение понятно. Как бы, вот теперь вот тут Виктория упоминает биткоины. Вот являются ли в этом смысле биткоины, являются ли деньгами? Ответ. Попробуйте расплатиться биткоином за бутылку пива. Да? Результат вам известен. Кстати, между прочим, для тех, кто не знает, пусть он попробует имеющиеся у него биткоины превратить в имеющие хождение монету. Ну, физически нет, но расплатиться можно. Физически, вы практически, это очень сложное мероприятие, превратить биткоин. Это надо знать, как это делать. Простой человек регулярно, который говорит, что там у него пять биткоинов, сколько там сейчас, 50 тысяч, да? Он не представляет, как это превратить в реальные деньги. Потому что это очень нетривиальное занятие. По этому поводу, вот когда идет спор, являются ли биткоины деньгами, то давайте, вот я сказал, три признака денег. Вот на нашей мишне мы хорошо видим. Пункт первый. Биткоины не являются средством обмена. Они не являются средством оценки стоимости. А являются, наверное, средством накопления, но скорее биржевой спекуляцией. Вы меня извините. Замечу, Талмуд не обсуждает деньги, как предмет биржевой спекуляции. Я, кстати, тоже мне очень странно слушать деньги, как предмет биржевой спекуляции. То есть, есть рынок денежный, но он играет на разнице между валютами. Но вещь, которой можно играть спекулятивным образом, для меня деньгами является крайне подозрительной. В результате для меня очевидно, что биткоин – это товар. Кто не согласен, но вот в смысле Талмуда биткоин будет стопроцентно товаром при любых сделках. То есть, никому в голову не придет признать, относительно какой бы то ни было сделок, что биткоин может оказаться деньгами. Он, безусловно, товар. Я, может быть, не модный, я просто вот, ну вот все мое мышление устроено так, чтобы не признать биткоин деньгами. Это комплимент биткоину, потому что вы сравниваете тогда его с золотом и медью. Нет, потому что мало кто знает, но есть постановление Международного банка о том, что золото приравнено к валютой опять. Просто куча народа не знает этой подробности в биографии. Но золото-валютные резервы, обратите внимание, золотые резервы приравнены к валютным. То есть, этот самый, произошло изменение, о котором мало кто заметил. Я не помню, в каком году, в 2009, в 2017, где-то вот здесь, совсем недавно, было отдельное постановление, которое золото опять приравняли к валютам. Это было отменено в договоре, слушайте, вам это нужно. Да, так что золото, извините, но не та же валюта, в отличие от серебра и меди, которые товар. А золото это не простой комодо уже, комодо, как по-русски комодос, я не знаю слова, я как-то в русском языке привык пользоваться комодо. Я не знаю, как по-русски это сказать. Имущество, да? Ну, движимое, движимое имущество. Золото уже не является просто металлом, изменения произошли опять в экономике. Так вот, биткоин это товар. Во всех отношениях при любой сделке. Это, собственно, вот мы это читаем и понимаем хорошо. Обратите внимание, вначале идея была в том, что так как золото надежней, то золото это монета, а серебро товар. Потом было сказано, что нет, наоборот. Так как серебро имеет лучшее хождение, лучшее обращение, то понятно, что настоящие деньги – те, которые имеют хорошее обращение. Почему бриллианты не могут стать хорошими деньгами? Просто, ну, я там, не входя в бриллиантовый рынок, но представьте себе, что он твердый довольно рынок, да, стоит, и что их не выпускают там, не могут выпустить в диких количествах. Никогда ему не суждено быть хорошей монетой, просто потому что в хождении вы на стоимость бриллианта редко покупаете товары. Вам придется ему бить все время, ну, в смысле, на деньги разменивать. Поэтому, это то, что здесь сказано. По этому поводу, вот теперь логика Талмуда для образца. Амар Раф-Аши, сказал Раф-Аши, был дуками Стабра. Логично представляется, что его мнение юности представляется более логичным. То есть золото является деньгами. И откуда мы это знаем? Потому что в Мишне написано... Потому что написано, что медь покупает серебро. То есть серебро является деньгами относительно меди. И логично было бы предположить следующее. Что если ты предположишь, что серебро относительно золота является товаром, то тогда у нас было бы логично и последовательно считать, что серебро, деньги относительно... Извините, метить деньги относительно серебра. У меня это следующее, что если вы принимаете идею, что так как серебро лучше ходит, то тогда оно является деньгами, а золото товаром, то тогда логично предположить, что товаром является медь относительно серебра, является деньгами, потому что серебро имеет еще большее хождение. Все-таки давайте договоримся, что большинство покупок – это хлеб, это простая еда, это пучок редиски, это банка Кока-Колы, а это медные покупки. Ну, по-моему, в большинстве стран мира медь уже вообще не ходят. Ну, еще как-то ходят в Израиле. Ну, полтинники еще. В Европе, по-моему, есть мелкая монета, которая совсем мелкая. И что? Она к ней кто-то серьезно относится? Натан, ну скажи, когда тебе дают сдачу 10 огород, ты их прям на месте ведь в копилку кидаешь, правда? Ну, сначала в карман, потом туда-туда. Я, например, уже 10 огород на месте, прям в любом магазине стоит какая-то копилка дзадаки, то я на месте туда отправляю. 10 огород уже не деньги. Ну, если у тебя в автобусе не будет хватать 10 огород, то не факт, что пустят. Это правда. Это неправда, потому что в автобусах нельзя переплатить наличными. Ладно, все, махак. Нет, нет, ты прав. В куче мест я вот удивился, что от меня тут где-то потребовали там 12.10, 12.20, да? И когда я забурчал, обойдешься без 20, было сказано, фиг тебе не обойдусь. И потребовали, я дал 13, получил 80 огород сдачи. Но для меня это была неожиданность полная, что с каких это пор. Как бы, да. Тем не менее. Значит, и он говорит, ну тогда, ежели мы говорим про хождение, то серебра, то медь, она как бы еще лучше. Мы же, поймите, я старый человек, я помню советское время, когда 3 копейки это был стакан воды с сиропом. А 6 копеек, а 6 копеек публик. Маленькая кваса. Маленькая кваса, да. 6 копеек публик, а 7 копеек французская булка. А, в Питере такого не было. Как это не было? Как это не было? Было, было. Называлась она, она называлась по всему Советскому Союзу городская булочка, вот. Старик, у тебя хорошее детство было, ну хорошо, безусловно. То есть, ты не рассказываешь, что ты не пробовал французскую булку в детстве. Она была в каждом магазине, лежала. Ты просто не знал, что, знаешь, проклятая советская власть всю жизнь скрывала от меня, что я вырос на анчоусах. Это человек, который узнал, что анчоусы это килька. Как можно так называть? Большинство народа не знали, что это и есть французская булка. Это да, это правда. Значит, ты называлась булочка городская. По этому поводу медные деньги, 3 копейки проезд трамваи, да? Это да. Это я бы сказал. Вот. И копейка коробка спичек. Все, я вспомнил, что стоило одну копейку. Это тоже, правильно. Это я тоже помню. Сюда гамон. Еще с такой генеральной воды. Сироп. Нет, вода без сиропа. Газировка без сиропа стоила. Молодой человек, у тебя нет права. Да. Но поймите, я помню, когда медные деньги были деньгами. Я вот к чему веду это. Что они были, да, деньгами. И там мне давали медными деньгами регулярно там за хлебом сходить. Нормально совершенно было. Так он говорит, но и основные деньги, которые были, были медными на самом-то деле. По этому поводу он говорил, что логично тогда, если ты говоришь о том, как ходят монеты, тогда медь должна быть деньгами относительно серебра. Уж она-то ходит еще лучше. Но мы-то видим, в мисне сказано наоборот, серебро лучше. Серебро, деньги относительно медь. И дальше он говорит, опять, ежели ты говоришь про, он просто указывает на тяжелую непоследовательность. Если ты говоришь, что дело в том, что важнее, то понятно, что золото важнее серебро, серебро важнее меди, поэтому они должны быть те, кто важнее, как в юности считал Раби, они должны быть деньгами. А если ты говоришь по хождению, что утверждает возражение, которое приводит Рафаши, то, а если по хождению, тогда вообще медь должна быть основными деньгами. Отвечают по этому поводу. Хани парит, это мелкие деньги, это серебро-медные деньги. Я скажу так, что там, где медные деньги хорошо ходят, то они и должны быть деньгами. Отвечают по этому поводу гемора нет. С точки зрения Раби, даже там, где медные деньги вообще не ходят, все равно медь не будет деньгами никак. Они всегда товар. А вот теперь начинается то, ради чего все это идет. Значит, какое следствие? Начинаем мы с тяжелой теории, что деньги, что товар. А вот теперь начинается история, ради которой Талуцци это рассказывает, а именно следствие. Рабихия тоже считал, что золото – это деньги. Тут надо заметить, Рабихия был вообще менялый, то есть банкиром на современном языке. Он был менялый. И уж про деньги он все знал. Есть серия историй про деньги Рабихии. И поэтому поводу он говорил, что деньги, настоящие деньги – это золото, говорил Рабихия. Рабихия – это главный амарай Бавилона, но он до 219 году жил в РССР. Это важный момент, потому что история происходит в РССР. Рабихия. Рабихия одолжил, взял в долг золотые деньги от дочери Рабихии. Рабихия работал в меня ли отца? Дочка Рабихии работала. Она имеет отношение к этой истории. Значит, Рабихия взял деньги в долг золотые монеты у дочери Рабихии. В конце подорожали золотые динары, то есть относительно серебра понятное. Пришел он к рабу, пришел раб к рабе Хири и спросил его, может ли он заплатить долг в золотых монетах, которые он заплатил. Вот теперь в чем фокус? А фокус в законе о проценте. Запрещено брать лихва, рост, ростовщический процент. Если золото – это деньги, то человек, который одолжил 10 золотых, должен вернуть 10 золотых. Здесь все ясно. Но если золото – это товар, то начинается правило, которое называется САБСА. А именно, человек пошел и одолжил у соседа 3 кило помидоров. Которые на момент, когда он одолжил, стоили 3 шекеля. Через месяц он возвращает одолженные 3 кг помидоров. Но в этот день помидоры стоят 2 кг. По этому поводу он возвращает в деньгах в 2 раза больше. Так вот, одолжить САБСА вообще-то запрещено. Потому что это процент. Да, исключения делаются для соседских обменов. Кружку сахара можно взять за кружку сахара, если там нет чего-то чрезвычайного. Это соседские отношения, это и в пределах нормы. Но, скажем, если это не соседские отношения, то правило САБСА действует. То есть взять товар и вернуть тем же товаром при изменении цены так, что тот, кто возвращает в результате в деньгах, возвращает больше, просто запрещено. Это выплата процентов. Теперь к нашим делам. Золото подорожало относительно серебра. Если золото – деньги, то я должен заплатить, вернуть золото в золоте. Если золото – это товар, и цена золота определяется в серебре, то возвращая таким образом монеты к монете, я плачу процентный ростовщический процент. По этому поводу это все неправильно. Он пришел к Раби Хии с этим вопросом. И что ответил Раби Хии? Можно ли вернуть золото или надо вернуть по стоимости серебра? Раби Хии сказал ему Раби Хии – пойди заплати ему в хорошей, доброй монету. То есть в золотых монетах. Потому что Раби Хии считают, что золото – это деньги. Относительно серебра. Если ты скажешь, дальше Гемар объясняет. Если ты скажешь, что золото – это монеты, то отлично ответил Раби Хии. Но если ты скажешь, что золото – это товары относительно серебра, то будет СБС, то будет одолжение килограмм за килограмм. С – это мера объема. А это запрещено. Я хочу, на самом деле, я не ожидал, что это так длинно окажется, рассказ этот. Ну, как обычно тут. Сейчас, один момент, я посмотрю вопросы, и потом. Если золото – товар, и ценность золота снизилась, то все окей, да. Но, если золото – это правильно, это абсолютно правильно. Если золото – товар, его стоимость снизилась, то как бы все окей. Там будут некоторые проблемы, но я вот сегодня не вхожу в эту тему, просто это длинно. Нельзя объять необъятный, нельзя все сразу рассказывать. Теперь, но, вот обратите внимание, вот в вашем вопросе. Если серебро – это деньги, а вы одолжили в золоте, да, и стоимость серебра изменилась, то у вас начнутся проблемы. И надо сказать, что количество респонсов об изменении стоимости денег – а дело вот в том, что со времен древних мы знаем, что происходит с деньгами, и что правительство может быть перед деньгами. Дело в том, что один из крупнейших специалистов по антике, в том числе еврейской антике, я считаю эпоху Мишны античным миром. Вы меня извините, я понимаю, что с этим не все согласны, но для меня удобнее. Дело в том, что я слишком много вижу в Мишне признаков античного мира. Поэтому поводом в литературе, в искусствоведческой, обычно античным миром называют классическую Грецию и Рим. На самом деле я к этому отношу весь, все, что называется эллинистический мир, словом античность обозначают. Ну и эпоху до… для Востока – это эпоха до мусульманского завоевания, до арабского завоевания, до арабского нашествия. Давайте так сформулируем. То есть до 632-633 года. Считаю античный мир. Так удобнее просто потому, что слишком много реалий. Так вот, дело в том, что есть крупнейший Даниэль Шпербер, но я у него учился, я время прежде с ним обсуждал некоторые проблемы. Так вот, он рассказывает по этому поводу следующее. Дело в том, что где-то в районе 215-го года, обратите внимание, если Раф говорит с Рами Хи, то это событие произошло до 219-го года. Вот обратите внимание, как это считается, такие вещи. Это событие не может произойти после 219-го года, потому что в 219-м году Раф уже был в Вавилонии, а Раф Хи, а Рабихия остался в Святой Земле. Поэтому они встречаться не могут уже. Где-то в районе 215-го года произошло довольно важное событие, а именно была изменена стоимость ауриса, золотой монеты. Она была снижена на приблизительно 10%. Вес был изменен. Был просто вес у лобешника изменен вес монеты. И в 220-м году была возвращена прежняя веса ауриса. Обратите внимание на краткость колебаний. Там дальше будут колебания монеты, именно веса монеты, потому что когда император очередной испытывал недостаток в монете, он выделал с монетами такое, что это будет постижимо. И, скажем, серебряные динарии 3-го века со второй половины, а уж особенно 4-го века, называть серебряными можно только очень условно. Там меди было намного больше. Это была сплошная условность. То есть у властей катастрофически не хватало денег, они выделывали с монетой все, что хотели. Надо сказать, что когда там порченная монета, когда вы читаете, я тут обнаружил, что люди все-таки уже в средневековье не учат, и когда примечание к порченной монете ее кто-то попортил, нет. Оно попорчено государством. Порченые монеты в нее меди добавили, и дикое количество. Другая история. Так вот, увидев, что вытворяют с золотом, Арабий вот в этот период, именно где-то к концу Мишны, заявил, что тогда это только золото вытворено. Что все-таки, ежели золото можно такие вещи вытворять, то какое же это деньги? Пусть это будет все-таки товар, относительно серебра. Серебро устойчиво и надежно. Ну, если бы Арабий знал, что потом будет выделывать государство с серебряной монетой, а он знал, кстати. Дело в том, что Арабий родился в 135 году. Ну, новая эра, естественно. Я не думаю, что он помнил про делки с монетой Нерона, но там хватало императоров, которые выделывали довольно дикие вещи. То есть все все знают. Тем не менее, вот такие обсуждения. Там надо сказать, что обсуждение о том, что делать, причем иногда, вот в Иерусалимском Талмуде, мы можем найти историю, где стоимость монеты изменяется восьмикратно в очень короткое время. И там идет обсуждение, что делать в этой ситуации и как теперь оценивать. Например, долговая расписка многолетняя, которой пришло время платить, а там все отношения денег изменилось совершенно зверским образом. И вот там будет обсуждение, что делать с такой долговой распиской. Но я хочу просто вот, по-моему, для введения, что и как обсуждает Талмуд, это место чудо, как хорошо, именно ясностью мысли и ясностью, какой это отражается на законе. Обратите внимание, что от теории, экономической теории, что деньги, что товар, Талмуд тут же иллюстрирует примером на одалживание золотых монет, как влияет решение экономической теории, что деньги, что товар, на наше поведение. Вот, ежели есть вопросы, я готов попробовать отвечать. Ежели, значит, я хотел бы услышать, интересно ли такие экскурсы, или выбрать что-нибудь более, ну, романтичное, я сказал слово, а не денежное. То я тоже бы с удовольствием послушал. Народ, что народ хочет, романтику, либо деньги, либо народ. И достаточно или ясно, вот, по-моему. Я за романтику. А, ты, да? Мне давка деньги понравились, вообще говоря, ну, хорошо, ну, давай за романтику. А вопрос такой, может быть, он уводит в сторону, вообще, вот то, что с евреями связано развитие банковской системы европейской, ну, как бы, известная история, да, вот там, ну, потом жиды-масонцы, как бы, туда, это вообще, как бы... Слушай, жиды-масонцы не туда. Первоначально оборот жиды-масоны означал жиды и масоны. Никому не приходил в голос, что жиды и масоны – это хайнугах. Да, да, неправильно, ну, хорошо, протоколы истинских мудрецов, вообще, как бы, во царе, то, что евреи управляют всем миром, ну, это, как бы, банки, финансы, олигархи, ну, понятно. Вот, что ты сейчас рассказывал, имеет отношение? Вот это интересный момент, это другая тема, это очень другая тема, это евреи и банки, это очень интересная тема. Евреи и деньги, скажи, евреи и деньги. Евреи и деньги – это безумно любопытная история. Давай я проиллюстрирую одно пример. Вот ты знаешь, в какой стране Евразии, потом Евразия, я имею в виду христианно-мусульманский мир, территориально. В какой стране евреи не были банкирами? Российскую империю не бери, там евреям жить запрещалось, поэтому она не относится к этому ареалу даже. Не берем Россию до плаката Екатерины о присоединении Белоруссии. Но это страна, в которой евреи массово проживали, либо это какие-то одиночки, как в Китае? Нет, где евреи массово проживали. Европа? Нет, это было в Азии, точнее Евразии, это было в Турецкой империи, это было в Османской империи. Там евреи, в Иране были евреи-банкиры. Дело в том, что проблема в том, что вот эта длинная-длинная история, которую, ну, вот на одной ноге я не могу рассказать евреи и проценты, евреи и займы, точнее, и процент по займу. Это очень длинная история. Но дело в том, что в Атаманской империи мусульманам, в Атаманской империи разрешалось одалживать под интерес. Но как из этого следует, что евреям запрещено? А это очень важно. В Европе, по всей католической Европе, действовал и по лютеранской тоже частично, по крайней мере, но реформаторской, я имею в виду, реформаторской практически нет, по всей католической Европе, действовал закон, который запрещал давать деньги под интерес, то есть под процент. А, да? Да. Это был закон религиозного толка, но он был выведен в уголовный план. И вот здесь происходит загадка. Евреям запрещено давать друг другу деньги под интерес, то есть под процент. Но есть вот длинная тема, я, если кто-то хочет, могу ее разобрать, но есть длинное обсуждение. Значит, очевидно, что закон Торы, прямиком прямой закон Торы говорит, что нееврею можно давать деньги под процент. Прямой закон Торы. Там прямо сказано это. Но, но, существует серьезный спор, было ли постановление, которое запрещает давать неевреям также деньги под процент. То есть еврей не может и нееврею дать деньги под интерес. Было ли такое постановление? Его обсуждает Раша в одном из мест. И он решает это место крайне просто. Он говорит, что даже не обсуждаем. Мы с этого живем. Обратите внимание. Экономический интерес важнее, экономический образ жизни важнее. Но это регулярно бывает, например. Есть законы, которые дают мне возможность запретить, например, моему соседу открыть красильное производство рядом со мной. Или рядом с Кмарталом. Есть законы, которые, законы Талмуда, которые это запрещают. Которые дают мне, я с легкостью запрещу красильное производство. Оно очень вредное было. Но оно и сейчас, химия большая. А тогда это одно из самых вредных производств. Поэтому евреи там и подвязались. Там и меховщики. Два самых вредных производства. Евреи там и подвязались. Так вот вопрос. Мы хотим закрыть красильные мастерские там. Потому что жить в этом районе, мы тут благородные люди живем. Ответ. Даже не обсуждается. Наша община с этого живет. Ответ Равинский. Даже не обсуждается. Мы с этого живем. Слушай, секунду. Но ведь неужели тот же Раши и другие как бы не... Раф, Лея, Галеви. Это причастливание к Раши. То же самое. Они не предполагали, что разрешение евреям брать ребит процент с неевреев, да? Это прямой путь формирования отрицательного образа еврея вообще в поколении. Ростовщик еврей – это самый отрицательный тип. Что может быть хуже? Загонять человека в долговую яму из-за того, что... Ну, понятно, что это ужасно. Минуточку, минуточку. У меня есть одно. Я не вхожу в эту тему. Я могу рассказать эту тему, но она длинная и интересная. Дело в том, что первоначально за большинством еврейских ростовщиков во Франции, скажем, если брать Францию, и Великую Германскую империю и Великую Римскую империю германской нации. Там различить, где Германия, где Франция, иногда сложно. Германию, ну, так в очень широком смысле. За некрупными еврейскими ростовщиками стояли епископы. И это были их гильди. Евреи были ширмой. Им можно. Кстати, это загадка, почему им можно. Потому что вообще-то это уголовное право. Это право государственное. Дело в том, что есть религиозное право. Религиозное право гласить простую вещь. Что евреи внутри общины живут, как хотят. Ну, без члена вредительства. Живут, как хотят. Их отношения с Гоями регулируются судом королевским, а не местного феодора. Регулируются королевским судом. Но тогда вопрос. Еврей дает деньги под процент. Вам не кажется, что он нарушает государственный закон? Да, нарушает. То есть, понятно, что когда христианин дает христианину, он нарушает божеский закон. И гореть ему в аду за это. Еврею не жалко, он и так будет гореть в аду. Ну, ежели я котроню. Да, это хорошая логика. Ну, логика, он и так будет гореть. Ну, понятное дело, да. Понятное дело. Поэтому, как бы, то, что еврей дает, меняло существо, не меняло существо, банкир, существо, нужное всем, то, как бы, в религиозном отношении, как бы, евреев может. Тем не менее, евреям это позволялось. Но, пойми простую вещь. Есть вещи, которые просто необходимы. Да, я хорошо про это говорю. Жить без займов, жить без займов, как бы идеалистически ты не был настроен. Вещь практически невозможная. Я имею в виду на уровне большой экономики. Я не имею в виду частные лица. Я имею в виду большую экономику. И это зло, с которым приходится мириться. Так вот, в качестве примера. Евреи в Королевстве Польском держали шинки, кабаки, где сваивали народ польский, ну, украинский, украинский, белорусский, Королевство Польское до разделов Польши. Эти кабаки были отданы евреям. Но вы понимаете, что на самом деле евреи являются рукой магната в этой истории? Да. Потому что принадлежал этот кабак магнату местному. Да. И евреи здесь, ну, такая полуширка. Ненавидят и евреи, потому что мужик все тащит в кабак, да, и пропивается подряд. Но евреи нехорошее существо. Но вообще-то совсем за этим главным бенефициаром, извините, главным выгодополучателем, да, является магнат местный. Да. То же самое, на самом деле, в высокой степени касается Европы. Это не значит, что это всюду так, потому что не забудем банк Ротшиндов, да, и Монтифеори, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я могу называть там еврейских серию банков весьма серьезных по всей Европе. Тем не менее, есть еще одна сторона. Обратите внимание, вот это изучение финансового права, на самом деле, как это ни странно, евреи лучше понимали в Средневековье финансовую тюрьму. Они были, на самом деле, неплохо вооружены общим финансовым мышлением. За счет Талмуда в Талмуде много обсуждений таких. И этому посвящены главы. И лучшее понимание финансовой теории, понятно, что она может не совпадать с практикой вообще, но хотя бы понимание, как это все, механизмы, которые за ним стоят, дает им некоторое преимущество. О, извините, значит, Александр Яковлев, о инфляции я ни слова пока не говорю, просто потому что это длинное обсуждение. Невозможно все за один раз обсудить. Тема изменения текста стоимости денег – это отдельная тема, вот с такими томами по этому пункту написанными. И это любопытное чтение, но, увы, я не могу вот так на одной ноге отвечать на вопрос об инфляции. Давайте определимся. На следующий раз мы продолжим тему денег, и вы перейдем… Я могу выбрать другой пример, просто чтобы посмотреть пример на другом материале. Просто мне показалось, что это место в Талмуде очень ясное. По крайней мере, его легко рассказывать. Очень понятное, очень понятное. Оно очень понятное. Окей, ну давайте сделаем такой компромисс между Андреем, который хочет романтическую тему, и остальными, которые жадные даденят. Давайте еще одно занятие. Есть Бенсора Румура, совершенно замечательная тема. Когда можно коснить маленького ребенка? Да, там романтика, будь здоров. По-моему, очень романтическая тема. В трактате Сангедрин обсуждение, когда можно коснить маленького ребенка, и за что маленького подростка? Эй, ну не пугай людей, ну, да, знаете, послушай. А это ближе к деньгам или к романтике? Это еврейская романтика, я бы сказал. Надо же отдохнуть от денег, послушай. Нельзя же все... Романтика про деньги – это... Если бы деньги не были бы созданы, их бы пришлось бы создать. Вот обратите внимание. Если бы деньги не были созданы, Всевышнему пришлось бы их создать. Вот это метраж. Такой классический. Ну, как все-таки понимать простой императив, который написан в Торе о том, что не давай рябиться. То есть, когда говорят... Да, нет, а хихо не давай брату! Послушай, у меня такое чувство, вот я... Это длинный разговор. Но дело в том, что... Я могу в следующий раз разобрать это место в Торе и продемонстрировать, что там... Мне кажется, да, потому что здесь загвоздка. Явно загвоздка. Послушай, то, о чем говорится в Торе, если обеднеет брат твой, обратите внимание, то есть там речь идет в законах о... Если обеднеет брат твой, это у нас 19-я, по-моему, глава Вейкра. Да. Где там возле Биближнего, как самого себя? Это в Новом Завете, наверное. Что? Богат, товары, хакамоха, это в Новом Завете? Чтобы народ проснулся. Значит, это, кстати, вы икра в Левите. По поводу денег, пока розыск текста идет, можно сказать? Сейчас, секунду. Да, да. Нашел. Нашел? Нет, друг, чуть-чуть. Если обеднеет... Сейчас я вспомню. Если обеднеет брат твой, где же это? Если обеднеет... Там поддержать его надо. Что? Поддержать надо брата, поддержать. Правильно, там его надо поддержать. Но дело в том, что открытый текст Торы о том, что и народцу давай, не можешь ты брать наших витарбит от ахиха от брата, а и народцу давай в наших витарбит. Это прямой текст Торы. Да, я не могу... Если брат твой обеднеет... Дело в том, что он говорит... И придет в упадок у тебя, то пути его пришелит, чтобы он живет с тобой. Это не про Реви. Нет, нет, нет. Это ВАИКРА 2535. Нет, это про дома. Это про выкуп земли. 25-е это самое. Это про выкуп земли. Я просто... 25-35. Это ВАИКРА, это Арахим. За Порошат Арахим. Андрей сказал. 25-35. Нет, 25... Там про реви не написано. Там не про... Там про другое. Там про... Сейчас. Держи его. Дальше. А дальше уже Гертуша в ВАХАИМах. Дальше, дальше. Там о чем речь? В каком контексте это сказано? Альтиках на Итон Нэшах в этой орбите. Ага, 25-23, да? 25-35-36. А, правильно. Значит, если обеднеет брат твой и опустится рука его с тобой, поддержи его пришельца и поселенца и будет жить с тобой. Не бери с него наших витарбис, скорее всего, это одно и то же процент. Побойся Бога. И будет жить твой брат с ним. Деньги не давай ему под интерес и в рост. Не давай еду твою. Я... Сейчас. Сейчас я вспомню. Лунахрия Шерхар... У меня почему-то вылетело из головы. Где это? Это дворим, естественно. 23-я глава. Второзаконие. 23-я глава. Достаточно помнить хоть кусок. 20... Не бери процента с брата твоего интерес денежный, интерес еды и давать в рост все, что дает в рост. И народцу давай в рост, а брату не давай в рост, чтобы благословил тебя Бог и так далее. Это 20-й, 21-й стих, 23-й главе двори. Окей? Так что... Значит, мой учитель, рэп Авром Меллер, объяснял это место следующим образом. что брату ты должен давать по-братски. А брату дают без процента. А вот и народцу, который тебе не брат, ты должен дать, если он попросит. Но за интерес. То есть на самом деле он говорил мне следующее, что дать деньги в долг – это тоже вариант помощи ближнего. Да. Но так как он тебе не брат, дать ты ему должен, но под интерес. То есть разница, кто брат, кто не брат в этой истории. Он мне объяснял это так. Ну, так как он мой учитель, то я... Окей. Ну, хорошо. Не 100% понятно, но Авром Меллер, да, в зале. Ну, поймите, я в данном случае не занимаюсь разбором этого места. Да, понятно. Его стоит разбирать внимательно и тщательно. Но, например, у меня, например, есть вопрос, имеется ли в виду вот здесь и в местах книги Вейкрафт, книги Левит, имеется ли в виду... Как это называется? Статус инородца? Нет. Поймите, там и там оговорено, если я беднее. А если речь идет о экономическом займе, не потому что человеку плохо, и ему надо... Поймите, очевидно из того, что здесь сказано, что дать десятку до получки, дать трешку до получки, да? Ты обязан. Это очевидно все, то, что здесь написано. Вопрос, а сто тысяч на открытие дела? Это тоже беспроцентно? Согласитесь, что есть разница между сто тысяч на открытие дела и трешку до получки? Понятно, да? Трешку до получки, понятно, да. Нет, нет. В Турции не запрещали... Еще раз, Виктория. В Турции евреям не запрещали быть банкирами. В Турции туркам разрешали быть банкирами. А во Франции француз не мог быть банкиром. Трешку. Сейчас, секунду, можно? У Дениса был вопрос, чтобы мы, закрывая заседание, никого не обидели. Денис, если можно, вопрос. Да, 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 конечно. Даже если можно, два. Значит, первый, когда говорили по поводу голосования за тему, ну, я тоже интересуюсь деньгами, и вот недавно родился такой слоган, может быть, слишком пафосный, но насколько он вот укладывается в талмудические представления по поводу денег. Значит, звучит он следующим образом. Работать должны не люди и даже не кони, а деньги. Ну, это вот такой современный тренд, вот, что деньги делают деньги, но насколько это все вписывается в контекст коммунистических кемистрирований. В контексте это тем, что научи ребенка чистому ремеслу. Понятно, да? Вот. Это вписывается. Но я хочу заметить следующее, что деньги делают деньги, то, что вы сейчас сказали. Я не хочу, теперь я пытаюсь подбирать слова, чтобы высказать аккуратно некоторую мысль. Мне кажется, вот опять очень аккуратно, я не экономист, я не профессиональный экономист, я, ну и так далее. У меня нет экономического способа. Мне кажется, что эта идея находится на грани банкротства. Причем, банкротство в данном случае надо понимать буквально. Проблема, с которой начался 20-й век, короткий 20-й век, то есть после военной, после Первой мировой войны. Споры тогда, поймите, для меня там из исторических периодов, один из самых интересных периодов, это период между войнами. Тогда одним из самых актуальных вопросов, которые ввели споры и ломались в копье, это противоречие между промышленным и банковым капиталом. Идея о том, что это разграничено, и что банковый капитал зло, а промышленный капитал добро полностью опорочено в основном потому, что это идея, которой придерживался Гитлер. Тот, кто читал Майнкапф, там это есть. И по этому поводу как бы повторять идеи Гитлера в экономике очень не хочется. Америка старательно весь короткий 20-й век, короткий 20-й век это с 17-го года по 91-й, доказывал, что разницы между банковым капиталом и промышленным капиталом нет, что это один и тот же капитал. И это позиция Америки на уровне идеологии, зафиксированной в идеологии. Но как любую дельную мысль, мысль дельная, я вот не собираюсь ее оспаривать, как любая мысль, доведенная до предела, примененная безмерно в реальной жизни, она в данный момент сильно находится под сильным ударом. Именно потому, что ее реализовали весьма в неумеренных количествах. И обратите внимание, последние несколько лет, а с коронакризисом, извините, не с коронакризисом, я говорился, с правлением Трампа, президента США Трампа, тема промышленного капитала и промышленных вложений, обратите внимание, насколько стало актуально. И не подумайте, что Байден от этой темы откажется. Он уже утвердил серию законов, которые упорно пытаются вернуть именно в промышленность капитал, вывести из вот этой идеи деньги делают деньги, перевести назад в промышленность. Это очень серьезная проблема, которую, как мне кажется, просто в одну фразу не решается и в одну идею, и она не имеет простых решений, и даже на уровне разговора нет простых решений. Поэтому я полагаю, что мысль, которую сейчас упорно запихивают, деньги делают деньги, а именно вкладываете в биржевые спекуляции, я очень я предлагаю отнестись к этой мысли с серьезной осторожностью в ее реализации. Давайте я так сформулирую. Окей. Вот мне хочется когда-то очень аккуратно сказать это все. Я бы очень внимательно присмотрелся к состоянию рынков, потому что начиная с восьмого года, я до восьмого года просто следил за рынками, до девятого. Условия биржи сильно изменились в восьмом году. Все, что там происходит, очень сильно, кардинально сильно. Поэтому вот куча книг просто устарела. Ну, короче, аккуратно. Вот аккуратно. Окей. Не у всех есть столько денег, зарабатывают только деньгами. Абсолютно верно. Не у всех это мягко сказано. знаете, есть чудесное место в Талмуде. Они там обсуждают, куда вкладывают деньги, а мы тут одалживаем и все проедаем, одалживаем на еду. Это вот большинство народу живут в долг все-таки, они вкладывают деньги в ну и так далее. Окей. Но этому тоже нужно учиться в какой-то мере. Этому надо очень серьезно учиться. по недельной главе можно вопрос? Да. По текущему. Да, можно, только действительно маленький город. Шмот 23.9 чтобы помнил Израиль, чтобы он правильно относился к Геру, потому что и сам был Гером в Митсраиме. Вот. Что имеет отношение к нашему сегодняшнему теме? Нет, я же сказал к текущему недельному разделу. Нет, но если сейчас нельзя такой вопрос задавать, давайте я потом задам. Мы не можем сейчас открыть дискуссию по всем вопросам. У нас есть обсудительные вопросы, я дико извиняюсь. Хорошо? Это жизнь, это именно жизнь пришельца. Ну, давайте ладно, потому что я все равно вопрос не задал. Ну, хорошо, но если короткий, я могу попробовать ответить. Ну, не знаю, как будет, кому годить. Другой раз. Не бежать. Окей. Хорошо, мы на этом подведем черту. Хорошо? Следующее занятие посвятим продолжение темы деньгам. Правильно я понимаю? А потом перейдем к другим темам. Окей? Хорошо? Окей. Хорошо, всем шаббат, шалом, до свидания, я надеюсь, что... Спасибо, шаббат, шалом. Да, пожалуйста. Зарабатывайте побольше и честными путями. А, насколько я понимаю, хода-штоп. Да, хода-штоп, правильно, хода-штоп. Шнихна-Садар, Марбин-Басимха, так что... Марбин. Окей, со страшной силой. Мы надеемся, что мы у вас сегодня тоже повысили. Ну, хорошо, все, пока, всем счастливо, до свидания.